Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсыновский. Сейчас мы поговорим о принципе применения Аяк, Жукерев, Жанго и Плюс ЕМАКС. Значит, почему я решил записать это видео? Ну, во-первых, с участниками школы на данный момент мы пишем сайт, где есть действия, которые хорошо бы делать без перезагрузки страницы, и они нужны для каждого сайта. Например, мы хотим сохранить запись или отменить сохранение, при этом, как мы видим, страница не дергается. Да, ребят, видео будет длинное, я сразу говорю. Для участников школы это будет как домашнее задание, поясню позже. Теперь, если мы откроем, вот смотрим, 6 мифов, сохраненные, и мы видим, вот оно сохранилось для чтения. Такая функция нужна абсолютно для каждого сайта. Или поставить лайк, или добавить комментарий. Или добавить комментарий. Круто и нужно. Вот он добавился. Да, то есть ничего не перезагружалось. Написать нам еще надо, конечно, много. По этому же принципу примерно будут писаться фолловинг, друзья. Ну, в общем, то, что надо. Ну, так как... А, и мы... Я покажу... Нас будет интересовать вот этот код. Мы поймем принцип и дам домашнее задание для участников школы. Суть в том, что, например, Bootstrap 5 и Django. У Django раньше была функция, значит, из X-Aaxx, да? Сейчас они с версии 4 убрали. Поэтому в данном случае я далее участникам расскажу. Написал Милдвер. Написал Милдвер. Что мы сейчас сделаем с вами вместе. Чуть попозже. И при помощи нового предлагаемого в Django коде ставил старое название. Так как, что такое Милдвер, это промежуточный слой, который вбивается в настройки. И перед загрузкой страницы при срабатывании, при ответе сервера, значит, эти вещи загружаются первыми. Иными словами, теперь вот она внизу. Айакс будет читаться в Джукери в любых, во всем проекте. Зачем я это делаю? Если Django, допустим, и Bootstrap отказались от Джукери, это не значит, что это плохая библиотека. Вообще, успокою, да? Работая с проектом, я решил, что надо показать запросы Айакс, вот в процессе, да? В разных, грубо говоря, номинациях. Ну, например, мы же можем использовать Джукери, да? Мы можем использовать HTMX, да? То есть тоже Аякс есть. Мы можем использовать чистый Аякс. Секунду. Иными словами, вы можете прочитать. Аякс это, по сути дела, асинхронный Джава-скрипт. Асинхронный обмен с сервером, поэтому и происходят такие вещи, вот флажок, да? Мы нажали, но страница не перезагружается, но в то же время идет сохранение в базу данных. В базу данных, иными словами, данные также отправляются на сервер и получают ответ от сервера, как при перезагрузке страницы или при нажатии-открытии там новой ссылки. Только это происходит асинхронно и без перезагрузки страницы. Здесь же в Википедии есть ссылка на Mozilla.org, да? Где можно сразу ознакомиться. С чего начать? Подходы. Кто начинает, я рекомендую также для начала открыть, набрать, допустим, MDN, так и набрать букву MDN, либо Mozilla, HTTP. То есть вы здесь в первую очередь должны понимать запросы, да? Вы их найдете, то есть уже найдете. Get, Hit, Post, Put, Delete и так далее. По сути дела, мы будем использовать пост-запрос. Get-запрос, вот вы сейчас видите адрес, это и есть запрос, заполняя любую форму, отправляя логин, пароль, комментарий. Это и есть уже пост-запросы, то есть мы не видим адреса. Все остальные разберете сами. В большинстве своем вы будете работать с Get и пост-запросами. Все эти запросы отправляет Аякс. Других запросов нет. Запросы, потому что отвечает не сам Аякс, надо понимать, а библиотека HTTP. Так вот, я закончу. Так как все-таки GK это прекраснейшая библиотека, но мне кажется, она, я тоже согласен, как ребята многие говорят, недооцененная, да? То это не значит, что она плохая. Вот давайте логически подумаем. Ребят, смотрите, ну надо сделать одну фигень, да? Ну вот щелкнул, расщелкнул. Ну что там голову ломать? Чего голову ломать? Если GK это все делается куском кода, это все просто, и при этом лайки, комментарии и сохранение, все принципиально одинаково делается. Смысл мне ломать голову, если проще сделать. Но почему я начал с GK? GK я начал, чтобы ее не забыли, и когда есть такие вот варианты поставить лайк, так проще это так и написать. А так как есть методы, я показывал, и HTML, значит, X, и чистый AJAX, и другие, я думаю, библиотеки, он на JavaScript и Django предоставляет, то я думаю, по ходу надо брать все, да? Разные варианты, чтобы вы умели применять. Но самый простой и самый такой старый способ, проверенный, это AJAX, и в нем разберется новичок. Я покажу, направлю вас в этом видео сегодня. Видео я пишу для начальников, для участников школы. Сейчас немножко отвлекусь. На YouTube-канале, это для тех, кто начал смотреть с этого видео, возможно, здесь уже нету, если вы позже смотрите, значит, сбоку, но есть Django 4, пишем сайт с нуля. В первом видео показывается, какой сайт. Как вы заметили, вот, допустим, вещи, о которых мы сейчас говорим, они нужны практически для каждого сайта. Поэтому мы и пишем сложный сайт, чтобы разобраться. Здесь много видео, которые вы уже можете начать делать совершенно бесплатно, уже именно делать, писать, начать проект. Но я бы рекомендовал сделать по-другому, так как там не совсем с нуля, то если перейти здесь, то здесь есть несколько разделов. Вначале работает Django. Потому что заложить правильную систему изучения Django, это очень важно. О ней я рассказал на купить курс Django 4. Вот тут внизу можно почитать на примере URL. Это очень важный момент. Кто хочет досконально заниматься с Python, есть индивидуальное обучение, тоже почитайте. Все. А дальше я хотел, чтобы вы услышали, что мы будем использовать, я думаю, далее разные методы Аякса. Вообще, вы, наверное, поняли, но я скажу, кому нужны вот эти технологии Аякса. Это, кстати, Жукерри. Ребят, ну вот, писать вот такие вот вещи без перезагрузки. А те, кто собирается писать типа магазинов, типа каких-то сервисов, где много этих вещей, то, конечно же, взяли Django. И тут уже придется досконально. Если вы с нуля, допустим, разрабатываете магазин, какую-то серьезную площадку, то здесь надо разобраться с Аяксом, значит, глубоко. Но это видео я и пишу, я вам направлю, да, так как... Сейчас выражу мысль правильно. Так, мы не будем сегодня разбираться полностью, но я хочу показать, что разобраться с Аяксом совершенно несложно. Почему? А все это в Жукерри пишется совершенно по шаблонам. Ваша работа будет заключаться в том, что для тех или иных ситуаций будут, как правило, одни и те же шаблоны. И единственное, я вам... я сделаю так, я хочу, чтобы меня услышали, что часть, что касается проекта, я для участников покажу, но часть кода оставлю вам. Но покажу способ, как разобраться до конца, да. В итоге вы должны будете прокомментировать весь код и понять, допустим, в данном случае, как мы будем использовать конкретно Аякс для пост-запросов. Поэтому, услышали, да, пугаться не надо. Он совершенно тупо простой. Он совершенно тупо идентичный. Еще раз говорю, что если вы собираетесь писать проект, сложные магазины, в общем, работать очень много. Не так, как нам надо тыркнуть там комментарий, тыркнуть этот нравится-не нравится и тыркнуть-сохранить. Но это работа с оплатами и многое другое, да. То есть нормальный типа сложности серьезного интернет-магазина и типа сложности, где будет много действий пользоваться, то Аякс надо разобраться. Сейчас это видео для вас станет началом, а потом погоните, да. И я думаю, что за несколько месяцев вы станете, подтянете. Но наша задача еще показать взаимодействие с Джанга. Хотя говорю, Джанга 5. Уже можно делать своими средствами. То есть напрямую отправлять запросы. Давайте-ка мы наберем Джанга. Сейчас начнем, ребята. Документацию. И нас интересует request-response. Еще раз повторяю, когда затрагиваю этот раздел, когда начинаете работать с Джанга, с этим надо разобраться обязательно. Здесь то, что мы будем использовать сегодня, сейчас осталось, это JSON-response. Иными словами, так как Аякс это язык программирования JavaScript, а Джанга это Python, то надо как-то обмениваться информацией. Обмениваться информацией будем через формат JSON. JSON, универсальный формат, который описан для обмена данными. Совершенно тупо простая вещь. Весь смысл, пары, ключ, значения, все. И далее перестает быть важным передача данных. Кстати, именно когда-то я взял эту идею, которая мне помогла. Допустим, первые несколько лет, с 2008-го, когда начал изучать языки программирования, учил, помню, выучил сначала вообще-то C. Я дергался, то думал, то PHP, потом выучил C. Я на нем ничего и не написал, но не надо, он у меня был. Потом начала работать с Python, там уже пошли какие-то живые вещи, и когда я уже, тогда до меня дошло, что в принципе, два языка, когда я начал сравнивать, вдруг начало пробивать. Поэтому весь смысл когда-то меня дошел вот с прочтения этой фразы. Коллекция пар значений реализована как объект, запись, структура, словарь, список, массив, последовательность. Иными словами, это описаны типы данных разных языков. Но каждый язык может преобразовать эти типы данных. Python это последовательность. Допустим, в JavaScript, наверное, в данном случае используется массив. Но любой язык может преобразовать в ключи значений. По сути дела, один преобразовал, второй это ключ значения забирает, называется это вся вещь сериализация, и уже преобразует в ту же последовательность, либо в массив. Иными словами, таким образом можно обмениваться любыми языками. Данными между любыми языками, библиотеками и так далее. Так вот, как в Django есть функция JSON-Response, так и в любом языке есть готовые инструменты для приема и передачи формата JSON. Сейчас я не буду рассказывать по заголовкам, потому что я предполагаю, что все-таки будут смотреть новички. Новичкам вообще надо, как я сказал, сначала идти, это только запутает. И так получилось очень длинное вступление. Наша задача теперь несколько, да? Разобрать эту функцию, мне вам помочь, чтобы вы поняли, как копаться, да? И показать, как это связано с Django. Все довольно и банально просто, это я сразу говорю. И еще одна цель у меня есть, ребята, почему я это видео начал записывать. Сейчас это VS Studio Code, но все-таки я хочу внести немножко свою лепту и рассказать о Emax. И поэтому я буду все делать в Emax и рассказывать вам про Emax. Может кто-то попробует. Он у меня настроенный, но еще не полностью. Ранее я был на Vim. Значит, для уроков я использовал, использую обычно VS Code. Хорошая вещь тоже. Теперь о Emax. Если вы хотите удобства и вы со временем будете уже понимать, что вам надо, то VS Code вам станет пайчаром, VS Code очень тяжело. Это как комната, которая загруженная всем подряд. И когда вы начинаете понимать, что вам надо, то вам хочется чистоты. Только то, что вы используете. Мощная вещь. Я начну с того, что я использую версию прелюдию. Так и наберете. Это стандартная версия. Это не фреймворк. Просто по умолчанию добавлены некоторые библиотеки. Например, Projectile. Это очень удобная вещь. Принцип работы Emax следующий. Есть, в отличие... Да, тем, кто любит Vim. Ребят, я тоже люблю Vim. Но если вы соедините Vim и Emax, вы офигеете, скажу честно. Попробуйте. Для этого есть такая вещь. Спас Space Max. Это Emax и Vim. Все клавиши у вас останутся такие же, как у Vim, но возможности Emax. Переводится правильно Emax, если начально. Эдитор макросов. То есть с него можно сделать все, что угодно. Среду разработки. Техтовой редактор. Есть, вот как S3 файловый менеджер. Можно там сразу и браузер открывать, и хранить. Все, что угодно. Так как все это пишется на языке программирования лист. Можно написать все, что угодно. Иными словами, можно заменить всю операционную систему и работать только с одними клавишами, которые вам удобны. Полностью откажетесь от мыши, и будут огромные возможности. Но я решил начать с прелюдии. Почему? Потому что мне интересны возможности именно Emax. За выходные его не освоишь. Сначала он имеет бедненький вид, но потом время по времени начинаешь его настраивать и подстраивать по себе. Любой язык, все что угодно. Итак, есть две клавиши, как правило, управляющие. Да, вот в данном случае для этой библиотеки Projectile Ctrl-C. А потом остальные клавиши, когда мы открываем, они работают. Я буду проговаривать, у меня не будет этого. Ctrl-C я нажимаю и буквочку P. Все, вот у меня Projectile. Выбрать проект, я нажимаю проект. Автозавершение кода, есть много утилит. Я использую IDO. Пока есть и другие. И IDO набрать много чего. Иными словами, он понимает все. Мне не надо набирать... Мышь я не использую вообще, как вы видите. Вот мне надо набрать... Я могу нажимать... Набрать клон. Он сразу догадался, что это клоны. Я давайте сделаю так. Когда я набрал практики, он не может. Видите, у меня два проекта. Поэтому я набираю клон. Но выбрал... Это один проект. Теперь надо выбрать файл. Я могу... Выбираю... Взял... Написал BL. И могу написать V. То есть он уже выбрал, догадался. Блок Vue. Да, если бы были разные расширения, я мог бы поставить... Вот так. Точку и пай. Да, все равно бы он догадался. Но тогда Апс вывело. Да, поэтому я возьму, допустим, пай. Ничего. Да, точка вывела. В Vue, вижу, выдел с черным цветом. Нажимаю Enter. Открывается мой проект. Для файла... То есть для перехода по файлам я использую 3 Max. Ctrl X, T, T нажимаю. И все. Теперь при переключении на любую директорию он будет переключаться. Ну, например, открытие нового окна. Ctrl X, 3. Да, далее. Я могу набрать Ctrl X, Ctrl F поиск. Да, это прекрасная вещь, мощнейшая вещь. Поиск такой, как Helm. Helm и Max. Быстрый, сужающийся поиск. Поиск у него куча разных этих приложений. Есть и Helm Projectile. В общем, очень крутая вещь. И вот он... Я нажал, просто так получилось, сейчас с мыслью. Ну, буду пока при записи, чтобы не тормозить. Это стандартное. Например, давайте я опять открою. Ctrl X, Ctrl F. Не нравится мне это окно. Я закрываю Ctrl X 0. Теперь опять Ctrl X, Ctrl F. Ой, не то я сделал. Если я хочу отменить, Ctrl G. Ctrl X 3. Открывается новое окно. Shift, стрелочка. Я перескочил мой курсор. Как видите, он посвечивается. Это я тоже дописывал. Далее. Хочу найти новый файл. Ctrl X, Ctrl F. Вот поиск. Я убираю сейчас до Home. Агат, аудитория. То есть, директория. И могу бок либо так, либо по-другому. Здесь я могу двигаться так же. Там мог выбрать. Но я выбрал стандартное. И если я, допустим, сейчас. Ctrl X, Ctrl F. Чтобы долго не искать. Все-таки я сделаю, например. Все. Он. Вот EM. Там точку D поставлю. Хотя она далеко. Не нашел. Да, вот Emax D нашел. Открываю. Открываю. Тут какой-то файл. Опять все при помощи мыши. Но иногда в видео буду пользоваться. То есть, мыши здесь нет. Здесь права. Все, что надо, здесь мне написано. Это стандартное. Встроенный. Ну, вообще, я немножко не то выбрал. Поэтому я Ctrl X, Ctrl F поиск файлы. Темы я убираю. Перехожу при помощи стрелочки. Открываю. И Max D. Дальше. Дальше. Ctrl S. С. Нажимаю. Ищу папку. Мне надо персональ. Нажал Enter. Вот. Стал курсор. Нажимаю. Теперь обратите внимание. Здесь у меня уже переменилось на директорию Emacs D. Очень удобно. Мне не надо здесь сейчас работать. Значит, я Ctrl X, 0 нажимаю. Оно закрылось. Все. Опять клон Жанга. Круто, да? Ребят, согласитесь. Есть еще много очень вещей здесь. Например, я хочу при исключениях перейти к определенной строке. Мы это будем делать. Но есть быстрое. Ctrl G. Я нажимаю. Видите, буквы. Я хочу Total Commons 2. То есть, мне надо нажать DK. DK и перескочили. Никакой мыши, ребят. Одно удобство. Просто кайф. Просто балдишь. Вот этот 3 Max, он имеет тоже кучу своих клавиш. Но есть, ребята, еще очень крутые вещи. До этого не добрался. Такая библиотека, как Emax, Emax Hydra. Иными словами, принцип ее такой. Вот тут, как они философию интересную сделали. Если Аладдин захватывает голову, то, в принципе, все. В чем принцип? Вот вы хотите, у вас есть какая-то маленькая библиотечка, да? Готовая вы скачали. И хотите установить свои клавиши. Иными словами, вы берете управляющие две клавиши, чтобы получить доступ к этой библиотеке. Как только вы получили. Далее вы просто, как Vim, одной клавишей все остальные команды назначаете. Это получается очень круто. То есть, получается примерно как и здесь. Если бы я хотел открыть проект, Ctrl-S, да, P, меню вывели и пошли. То есть, дальше все управление одной клавишей. Это очень удобно. И так можно описать все, что угодно. Можно либо Escape нажать три раза, либо Ctrl-G и отменить действие. Ну что, это просто вот я хочу вас немножко заинтересовать. Здесь есть, но этим меню я никогда не пользуюсь. А в Прелюдии есть еще F12. Я его убрал. Некоторые убирают. Вот эти строки все внизу. Это все настраивается полностью любым цветом. Темы тоже абсолютно любые. Я просто сейчас сделал светлую. Ну что ж, поехали дальше. Длинное видео, ребят, но кому интересно, чтобы понимали, что это такое. Итак, что нам надо сделать? Нам этот вообще проект не надо, поэтому я его открою. Да, кстати, здесь можно заготовить готовые шаблоны. Это есть тоже такая библиотека. Ctrl-S, Z. Я ранее сохранил. Группы внизу. Ctrl-V. И у меня написано, допустим, практика Django. Я, ой, практика Django. Нажимаю Enter. И у меня открылся шаблон готовый. Сейчас я посмотрю. Ну сейчас здесь клонный проект. То есть здесь еще открылось окно, в котором я могу запустить что-то другое. Сам по себе принцип, также в данном случае вставка. Я могу, вот видим, буквочку R. Я могу, то есть быстро управлять клавишами. Это вставка называется. И оно, курсор перескачил сюда. И я могу открыть абсолютно любой проект. Вот здесь у меня последние проекты. Здесь закладки. Закладку я себе настроил F5. Допустим, это файл настроек. Вот как он выглядит. Это язык программирования, list, emacs. Он совершенно не сложный. То, что говорят, это не сложный. Просто здесь немножко разница. Например, true, false. Здесь t true, nil это false. А так, в принципе, все просто. Здесь только есть одна функция, которую мы можем писать defun от себя. Все остальное только стандартное. Defun и пиши там что хочешь. Все идет как в этом require, то есть подключение. В общем-то, много очень настроек готовых. Мы сегодня будем еще описывать файл, потому что emacs многие изучают для того, чтобы организовать свою жизнь. Это называется. Вот у меня настройки программирования. Здесь я тоже могу пользоваться поиском. И, допустим, набрать org setting. Вот то, что мне надо. Вот оно. Org setting. И я сразу перешел. То есть, org mode. Это очень крутая вещь, которая можно делать то, да, ежедневники, напоминалки. Очень крутая организация. Переводить любые форматы. Вот я тут пытаюсь настроить, пока меня не совсем устраивает. Ну и то, много уже времени уделил. Ну, по чуть-чуть тут. Сейчас увидите. Итак, поехали к джангам. Я сейчас все это закрою. Давайте начнем с чистого листа. И так как я рассказал, то есть много уже, да, то есть представление получили. А, ну это я просто сделал, чтобы он разворачивался на полную страницу. Вот он сейчас развернется сам. Я открываю теперь проект, который мы писали. Ой, не то я открыл. Значит, нажимаю Ctrl-G. Ctrl-S, P, P. И мне сейчас надо практика джанга. Вот он. Есть проект. И я открою. Блок view, да. Он мне IPNB, но мне это не надо. Я ставлю вьюху, да. Вот блок view. Внизу выделилось то, что мне надо. Я открою. Мне надо мое дерево. Ctrl-X, T, T. Хотя у меня все. Здесь я могу использовать Shift. Я настроил стрелочку, чтобы перескочить. Вот опять вот курсор мигает. Shift-стрелочку. И сейчас я хочу, чтобы вы открыли файл. Хотя я говорю, что можно было поиском искать. Но нам надо Template Project. Template, Template Project. Нажимаем Enter. Переходим в базы. Кстати, для Vim все эти клавиши можно настроить. Что касается HGKL. Я, допустим, сдвиг окна. И потом и думаю, что привязать только как мне удобно свои клавиши и внести изменения в Vim. Хотя можно взять SpaceMax. Но мне удобнее покопаться. Да, я был здесь. Поэтому где-то буду пока, чтобы вас не тормозить, база HTML. Сейчас нам надо сюда вставить код. Мы вставим. Ребят, потом я скажу, что сделать домашнее задание. У нас не стоит с вами в школе цели полностью изучить Jukeri. Но кто хочет, сделает домашнее задание и разберется. Потому что, как я сказал, мы будем использовать и Jukeri, я думаю, дальше и другие способы Ajax. Но, по крайней мере, какой-то вы выберете и в него углубитесь. Но, опять же, почему я не делаю это подробно? Потому что не все собираются писать какие-то сложные там магазины. А для обыденных дел, комментарий и лайки, то этого скот скопировал. Их его хватит с лихвой. Сейчас, значит-то, я код дам в уроке. Мы его вставим. Открываем наш база HTML. Как я сказал, в Ajax мы не будем вдвигаться очень сильно, потому что это всем не нужно. Значит-то, для вставки я использую контур, значит-то, русская буковочка U. Как мы видим, здесь код. Мы будем разбирать только один кусок кода сейчас. Но я скажу, как остальное вам разобрать. Что нам надо? Нам надо код JavaScript и внизу обязательно шаблон, да, чтобы работал шаблон. Блок скрипт. То есть, мы видим скрипт. Почему? Потому что вот это как раз будет работать, вот этот блок скрипт. Нас сейчас интересуют комментарии. Да, вот как раз-таки мы их и разберем. До конца доделаем. Все, я убираю мышь, потому что я вас хочу заинтересовать. Итак, я могу перейти, вижу, что 146 строка, начало документа. Я нажимаю Alt-GG и внизу GotAlign и ввожу 146. И после этого курсор туда перепрыгивает, после Enter. В EMAX это называется клавиша Red пишется, да, команда Red. Для того, чтобы скопировать, я нажимаю Ctrl-пробел. Это делает метку. Дальше при помощи стрелочки выделяю нужный текст. Для копирования Alt-V. Скопировал. Вы можете все эти клавиши изменить. После скопирования я бы хотел, чтобы мы его начали обсуждать. Нажимаю Shift-стрелочку, как я настроил. И мне надо директория, которую я создал, орг. Ради чего многие изучают EMAX. Есть Markdown, мне нравится. Есть... Когда я познакомился с орг-режимом, это настолько мощнейшая вещь, которая поможет вам организовать свою жизнь. Здесь можно делать все, что угодно. Распорядки дня. Итак, у меня здесь нету директории. Так что, что на первом этапе вы сможете пользоваться мышью. То есть, я могу здесь создать new директорию. Либо вот есть здесь горячие клавиши после входа, да, CD. И написать. Вот видим проект. Я сделаю директорию орг. И нажимаю Enter. Все, директория создалась. На нее открылось. Я нажимаю Enter. Создать файл. Ctrl-X, Ctrl-F. Орг. Это будет файл jQuery. Расширение будет орг. Орг понимает свои файлы. Нажимаю Enter. Файл открывается. Но он еще не сохранен. Хотя здесь, в прелюдии, если возьмете, там стоит автосохранение. Для того, чтобы сохранить, стандартно, Ctrl-X, Ctrl-S. И внизу мы видим, командочку прошла. Сохранено. Теперь я вставляю Ctrl-U наш код. Но так как я буду делать, то есть в режиме, то здесь все легко. Звездочками. Звездочки. Это большой заголовок. Вот он пошел. Итак, код. Перевод на русский и английский внутри. Ctrl-Косая черта. Под около Enter. Что-то кнопочка стандартный. Внутри, да, чтобы клавиши работали. Далее. Здесь я могу также еще скопировать. Но сейчас буду делать без команд. Реативи патч. То есть здесь я сначала пишу себе. Очень удобно ввести Ctrl-U. Вставил. Но мне надо было другой вообще скопировать. Базы. Поэтому я вставляю другой Ctrl-U. Для того перемещение по строкам. Ctrl-A в начало строки. Ctrl-K удалить. Все. Через месяц, через два, через три от мыши откажетесь. Следующий у меня шаг будет. Это открытие браузера у других Linux программ в этом редакторе. Чтобы вообще, ну, поняли, да. Как видите, код здесь у меня сейчас не отображается. Но для этого я тоже есть стандартные настройки Vimax. Они Ctrl-C, Ctrl-Запятая. Ой. Ctrl-C, Ctrl-Запятая. Что-то не сработало. Что-то я затупил. Значит, ну, давайте я попробую. Ctrl-C, Ctrl-Запятая. Так, стоп. Кей. Кей мне не надо. Значит, я нажимаю Ctrl-G. Я предыдущий процесс не замершил. Ctrl-C, Ctrl-Запятая. И вот оно меню. Я сам вписал, чтобы был скрипт Python, D, P, да. А второй у меня есть буквочка S. Это стандартные теги для вставки кода. Поэтому, ну, я сейчас просто покажу. Я мог бы создать и другой. Я нажимаю буквочку P и вставляется. Вот, пожалуйста. Теперь я сюда код вставлю. Ctrl-U. Там уже... Почему я иду к своему коду. Ставлю меточку. Ctrl-Пробел. Далее выделяю. И копирую. Alt-V. После этого мне надо переместиться на ту строку. Она 3 называется. Я нажимаю AD. Перемещаюсь. И наставляю Ctrl-U. Круто, да? Дальше, что мне надо поправить? Мне надо поправить строка 2 сейчас. Alt-G, G. Ой. Alt-G, G. И перемещусь на строку 2. В конец строки мне надо переместиться. Ctrl-E. Я переместился. Здесь можно удалить слово, но я сейчас не буду. Ставлю G-S. Теперь у меня посвечивается код. Все окей. Теперь давайте разбирать. Да, мне надо тот код удалить. Значит-то, я могу поступить разными способами. Ну, поступлю в стандартном Ctrl-G. И перемещусь на D-G. Далее поставлю метку Ctrl-Пробел. Выделю и обычным Backspace удалю. Все. Значит-то, если бы я хотел вот здесь... Тут я удалил случайно путь. Поэтому я сейчас быстро его скопирую. И вставлю. Ctrl-A. Я перемещусь в начало строки. Если я хотел бы, чтобы это выделилось, я ставлю 2. И вот выделил. Тут были звездочки, но просто я заменил на кружки. Ctrl-E в конец строки. Отделал. Да, то есть отодвинул. Итак, теперь давайте разбирать, как это работает. Ниже мы ставим еще один пробел. Ctrl-C, Ctrl-C, значит, запятая. Это шаблонность для вставки кода. Я ставлю пока буквочку... Ну, поставлю S буквочку. То есть стандартную. Но видите, я там подготовил, что у меня и расстояние было. Сейчас я поставлю GS и вот так сделаю. Теперь наш код будет работать. Подсвечиваться. Дальше я описываю. Три звездочки, то будет еще меньше. Тут я могу дальше писать все, что угодно. У меня здесь настроенный предпросмотр. Итак, для чего мы это рассматриваем? Запоминаем цель. Сейчас мы будем комментарии, чтобы у нас добавлялись они сами собой. Без перезагрузки страницы. Это пока я закрою. Я проверяю, сохраняю. Если не сохранилось, Ctrl-X, Ctrl-S пишет, что уже сохранен. Так и все окей. Здесь мне пока этот файл не надо. Посему я могу перейти на другое. И здесь, допустим, мне надо сделать... Разделяю экран Ctrl-X 2 на две половины. Перехожу вниз. Shift-Стрелочка. Теперь я могу запустить терминал. Alt-X. Терминалов много. Я запущу анси-терминал. Это анси-терминал. Вот он выделился. Нажимаю Enter. Вот внизу строка Bash. Я нажимаю Enter. Он запускается. Отлично. Мне надо практика Django. Поэтому я нажимаю CD. Перейти ниже на каталог. Чтобы не видели. Можно было бы сразу. Вот практика Django. Мы с вами настраивали в Linux. Значит, виртуал в рапор. Воркан. У меня отвечает виртуальное окружение. Практика Django. Набрал первую букву. Нажимаю Tab. Нажимаю Enter. И я подключился. Проверяю. Я не ввожу полные команды. Заранее я создал алиасы. Алиасы, чтобы мне не вводить. Допустим, Mac Immigration. У меня Ma. И так далее. Я запускаю сервер. Runs. И запускается сервер. В данном случае я еще не настроил, чтобы все это открывалось прямо здесь. Поэтому придется идти туда, в браузер. Да, использовать мышь. Но со временем, думаю, приду и к этому. Набираю 127.800. И видим, что у нас какие-то вещи. Да, абсолютно верно. SavePost 131 строка. Это я-то уже там написал, а здесь не написал. Посему нам надо пройти в наш код. И строка 131. Нажимаю Alt-GG 131 и перехожу к ней. Здесь, как мы видим, SavePost я оставляю. Но это мы еще будем писать далее в уроках. Поэтому я пока эту вещь удалю. Так как здесь есть ссылки на наши формы. А самих представлений, самих формы есть, самих представлений не существует. Почему выдает исключение. Ранее мы это дальше будем с вами писать. Я ставлю метку Ctrl-PROBEL. Выделяю. Ой. Так. Стоп. А у меня все нормально. Ctrl-PROBEL. Выделяю эту функцию. Она мне сейчас не нужна. И просто пока удаляю. Мы ее позже напишем. Сервер должен был перезагрузиться после удаления автоматически. Он перезагрузился. Откроем наш файл. Здесь мы смотрим пост сейв. То есть этого запроса у нас нет. Мы его писать будем позже. Разберемся. В дальнейших уроках подробно все это напишем строчка за строчкой. Что касается Django. Сейчас давайте перезагрузим страницу. И посмотрим что происходит. Все заработало. Так как мы еще пока все таки не написали вход. Так. Чего у меня там с меню. Что-то я здесь сломал. Надо смотреть. Секунду. Я написал в другом приложении. А в этом то, где мы остановились. Так. Проверяем. Теперь я проверю сервер. Работает ли он. Я дам. Причина была банальна. Но пока игрался. То сломал. Именно поэтому в предыдущих видео я вам ребята рассказывал. Что после каждой правки. Когда вы внесли существенные изменения. Обязательно работайте с гид. Иными словами. У меня. Я сейчас конечно перенес отсюда. Но на крайний случай. У меня был репозиторий. Мой. Практика Django. Поэтому восстановить с предыдущего раза. Не было бы проблем. В данном случае. Просто пока я на этапе игрался с Emacs. И видно удалил как-то. Ну до этого. Пару строк кода. Но я за это никогда не переживаю. Потому что рабочие проекты. Когда рабочие. Я сохраняю в гид. То есть код я вам тоже дам. Даю по ходу. Забиваю в урок. Теперь все работает. Я сейчас. Делаю мой код. Только надо кое-что здесь поудалять. Дискуссии. Следующим шагом. Это для ребят школы. Вы сейчас заходите. Файл. Новбар базы. Я сейчас удалю то что мы давно удалили. Для того чтобы переместить. Я себе настроил Shift Control. И как в ВИМе. Asgkl. И перемещаю. Мне пока не надо орг. Так перемещаю. Расширяю экран. Я пока удалю дискуссии. Это мы с вами давно удалили. А здесь. Здесь. Вам надо в постах. Добавить. Были. Добавить. Под все посты. Сохраненные чуть позже. Добавите. Мы их будем писать. Да. Ну значит получается. Ничего не надо вам добавлять пока. Потому что мы будем разбирать. И писать комментарии. То что мы писали. Откроем наши комментарии. До куда мы написали. До этого. Итак. Должно убраться дискуссии. Посты. Я сейчас посмотрю. Вошел ли я. Мы еще. Не установили вход. Ой. Вот теперь я точно вошел. Возьму все посты. И читать полностью. И сейчас. Пока не круто. Пишем. И так. Я ввел комментарий. Добавляю комментарий. То что мы написали. Я не понял. Ты мне тут. А. Страница перезагрузила. Все правильно. Вы увидели. Да. Еще раз добавляю. Пока все равно. Не. Круто. То есть. Заметьте. Она моргнула. Я нажимаю. Добавить. Вот тут. Моргнула. Да. То есть. Перезагрузила страница. Значит. Нам надо дописать. Аякс. В наше представление. Чтобы. Все это. Страница. Оставалась на месте. А комментарий. Тупо. Сам добавился. Пока все не круто. Это мы с вами. Уже в школе. В уроках. Написали. Ребята. Кому это интересно. Кто хочет писать сайт. Потому что. Мы сложный сайт. Пишем. И. Вы всегда. Возьмете для своих сайтов. Какие-то куски. Вещи. Допустим. Те же лайки. Те же сохранения. Для любого сайта. Нужно. Да. Кабинет. Будем писать. Ну. Потихонечку. Пишем и пишем. Плюс. Будет в описании видео. Вот эта ссылочка. Пока не забыл. Видео. Крутой Python. Еще. Видео. Крутой Python. Здесь. Видео. Где мы занимаемся. Профессионально. Python. С ребятами. Которые хотят владеть им на высоком уровне. Использовать исходный код. Читать. Писать. Все прочее. Ладно. Давайте к нашим баранам. Ну. Такое вот трудное видео. Я знаю. Итак. Мне надо убрать немножко терминал. Я настроил. значится как Vim клавиш. Как я сказал. Поэтому Shift. Нажимаю G. Зажимаю Shift. Ctrl. Нажимаю G. И убираю немножко терминал. То есть. Теперь у меня есть прекрасная работа. Если мне не надо сейчас проводник. Ctrl. Ctrl. Убираю. У меня для маневра есть пространство. Еще не добрался в 100 орг документы. Чтобы открывать сразу в боковой допустим части. Сразу. Ну. Все это потом. Все доберется. Итак. Мы вставили код. В этом коде сейчас. А. Стоп. Давайте я Ctrl. X. Т. Это 3. Макс. И макс. И макс. 3. Макс. Вот он. 3. Макс. Здесь просто берете ту. Повставляете. Весь код. Сразу. Готовый. Вот. Берете ту. Покопируете. Вставляете. Назначаете клавишу. Горячую. Сейчас покажу. Закладочки открываю. Набираю. 3. Макс. Нео 3. Так. Это у меня F8. Еще один. Для пробы. 3. Макс. У меня надо поискать. Где он у меня. Ага. Вот он начался. Секунду. Так. Очень удобная вещь. Разберитесь. Узи. Пэккажи. Пэккажи. Очень удобно устанавливать. Там прямо вот эти настройки я скопировал. И уже разобравшись. Начал удалять. Добавлять. Себе что-то новое. А. Ну. И Ctrl X. Это стандартная настройка. Ну. Тут я не устанавливал еще значки. Наверное. Я его и удалю. Мне 3. Макс. Очень нравится. И F8. Он убирается. Так. Кроме этого я настроил буфера на F2. То есть все файлы я могу переключать вкладками. Вкладки тоже надо ребята настраивать. Но я взял закладки. В общем такие добротно сделанные. Секунду. Сейчас покажу. Так. Bookmarking Tower Emax. Есть такая библиотека. Тоже одна из конфигураций Emax. Она классная. Но я решил под себя построить. Так вот есть от нее ответвление такое. Да. Парень спросил у тех хлопцев. И сделал отдельно вот эти вот вкладки. Сам кентавр Emax. Это тоже такой Emax. Только со своими предустановками. Так. Сейчас я посмотрю. Так. Перехожу в буфере. Могу не в... По вкладкам могу в буфере. А мне надо initmine люди. Сейчас я найду кентавр. Так. Я не помню. А. Кентавр. ТАПС. Все понятно. Все понятно. Сделайте себе как хотите. По вкладкам передвигаться. По умолчанию. Контрол. Пейдж. А. Пейдж. Долан. Вот пошло передвижение. Можно так по вкладкам. А можно просто при помощи буфера. Буфер настраивается. Вы найдете, да, настройки, что просто нажимаем пункт лжи. Я уберу внизу. Ой. Альджи надо было. Значит, либо три скейта, чтобы убрать действие. Либо F2, да. И у нас открывается буфер. Буферы можно убивать. Это буфер, которым отображается страница. Это и есть вот буфер, да, каждый. И мы можем буфер быстро перейти. Пять нажали F2. Кому как удобнее, да. Я пробую и то, и то. А потом уже где-то бывает нужны вкладки. Надо иногда как по-разному, понимаете. Поэтому оставил пока и то, и другое. Так, ну я закрою все эти файлы. Буферы можно убивать. И так. Теперь, что нам надо. Нам надо открыть вьюху нашу. Я, чтобы вы видели, специально буду использовать сейчас мышь. И здесь тоже я настроил функцию F6, поиск по файлу. И мне надо деталь, да. Я набираю деталь, знаю, что мне надо. Вот у меня пост деталь вью. Нажимаю Enter. И она вот внизу высветилась. Здесь смотрим. Теперь давайте, что нам надо. Нам надо открыть три файла. Базы HTML нам не надо. Почему? Потому что мы будем рассматривать вот этот оргфайл. Я взял кусок кода, который нам сейчас надо. Далее. Навбар нам не надо. Нам надо вьюха. Нам надо второй файл, который открыть. Это я сейчас сделаю окно. Ctrl-X, 3. Перейду туда Shift-стрелочку я настроил. И открою еще файл comments.html. Вот вверху то, что мы с вами уже в школе писали. Обратите внимание. Теперь нам этих файлов достаточно. Это я скрою. Ctrl-X, TT. Стандартные настройки. Теперь мне надо выровнять, чтобы вам было видно. Для этого я использую Shift-Ctrl и при помощи клавиш от Vim настроил. Так. Стоп. Вот так. L, G. Стоп, стоп, стоп. L, G. Сейчас посмотрим. Что-то я... Сейчас посмотрим. Ага. Все правильно. Так. И... Теперь переходим сюда. Так. Вот так. Итак, перед нами... Что нам надо? Вот здесь нам надо постдитель. Здесь модель нам пока вроде как и не надо. Нам надо comments. Наш коммент. И вот этот код, который с базы HTML. Итак, действие первое вы поняли. В базу HTML включили мы джукери и включили код. Сейчас мы будем разбирать, что это за код. Все здесь банально несложно. Но сначала давайте немножко основ. Чтобы вы поняли, куда копать. Откуда вообще начать. Да, ребята, еще одно важное замечание. В орг режиме есть еще, кроме организации дня, кроме ежедневных задач. Можно настраивать, по-моему, при помощи бабель. Я еще не добрался до этого. Чтобы код еще и выполнялся. И это потом экспортировать. То есть у вас будет, если вы и видите, как работает код. То есть это очень круто. Первое, что нам надо понять. Все действия, которые мы выполняем. Давайте-ка я сейчас все это поудаляю. И оставлю только то, что нам надо. Это вот наша страничка. Похоже. Сначала добавим суть. Да. Я вставлю. Итак, метод AJAX. AJAX позволяет отправлять асинхронные HTT-запросы. Это просто перенос я сделал. Можно использовать для отправки запросов. И отправки, получается, запросов любых. В данном случае... Сейчас, секунду. Да, в орг режиме я еще не настроил. GetPostPodDavid. Иными словами, это HTTP библиотека. Я вам показывал. Как мы видим, нас интересует пост-запрос. Почему? Потому что у нас есть форма. У нас есть форма. Вот она. В которую мы будем отправлять запрос. Данные формы, они не отображаются. Иначе было бы смешно. Если бы мы вводили логин, и он бы отображался, или пароль здесь. Это и есть пост-запросы. Эта библиотека, еще раз напоминаю, HTTP. То есть, вам лучше всего набрать так. MDN, это значит Mozilla. Библиотека HTTP. И вы увидите все виды запросов. С ней надо познакомиться. Обратите внимание, Django использует готовую. Django исходный код. Django тоже использует. Вот почему надо быть в исходном коде. Если мы зайдем в Django исходный код. И зайдем, видим библиотеку. Там обязательно мы найдем HTTP. Которая и есть стандартная библиотека HTTP. Которую Django просто использует. И здесь мы увидим RCLES. Документация это следующее. Я говорил ребятам в школе, что важно очень использовать исходный код и документацию. Таким образом, это одно другое дополняет. Поэтому, когда я рекомендовал, если вы увидите мои курсы, вот эти вот вещи, да, видео крутой Python, то увидите, что я на что наседаю. На что, на, на, говорю одну только фразу. Почему человек не пишет код? Потому что неверный подход. И посмотрите видео, рассказываю мой подход. Вот. Более подробно почитать в моем подходе можно и в индивидуальное обучение. Так вот, если брать Django. Само, то мы, когда заходим в Django, открываем документацию. И когда мы начинаем изучать Django, обязательно надо начать вот с этого. С этой вещи. Это сами запросы. Request Response. Ну, наверное, логика здесь понятна. Так как любое веб-приложение, это ответы и запросы к серверу. Здесь убираются все вопросы. И здесь, вверху, пишется Django.http. Вот, в Django-разработчике четко указали класс и где это искать. Поэтому, в исходном коде я сразу нашел HTTP-библиотеку и Request. И здесь я, когда смотрю, так как участники школы, которые занимаются, они прекрасно владеют ООП, кто занимается, то для меня сразу понятно, как для человека, который уже не раз с этим сталкивался, что здесь Self-это обычный Get-запрос HTTP, а не какая-то выдумка Django. То есть, все это уже есть у Django. И я понимаю, что это атрибуты. И уже понимаю, посмотрев исходный код, как это писать. Об этом я рассказывал ранее. В курсе мы очень много работаем с исходным кодом и с документацией, потому что это и есть система работы с кодом. Иначе писать не будем. Или будем всю жизнь бегать по Google и копировать нечто, не понимая что. Обратите внимание, здесь уникальная вещь. Здесь мы видим Keredict. Он описан в документации. Почему? Потому что ребята спрашивают, почему мы вызываем методы Django без Self. Потому что здесь есть в словаре подобный синтаксис. То есть Self здесь они специально так сделали, чтобы мы могли сделать запись типа Запись типа, сейчас покажу. Как мы делаем в формах. Итак, здесь я вижу Self. Сейчас я найду. И этот момент надо очень хорошо понимать. Вот тут объясняется Keredict. Это обычный как словарь. То есть Django понимает и их методы, и обычные словари. То есть тогда возможны такие записи типа Request, запрос, метод и потом сразу имя. И то же самое возможно и в формах. Если мы откроем сами формы. Формы у нас с вами в школе довольно подробно разобрали перед написанием сайта. Почему? Если мы откроем формы. API Forum. То здесь мы тоже видим те вещи. которые, сейчас я найду этот момент. Прямое обращение, request, post и так далее. То есть все у нас работает благодаря вот этой вещи. Ладно, это для общего развития, а для тех, кто хочет, будет изучать серьезно. Перед нами получается сейчас этот файл. Так. Вот сюда переставим. Так. Нам должно хватить этого. Так, чтобы нам все читалось. И будем так делать. Первое, что мы видим, нам бросается в глаза в Аяксе и вообще в Джукерри, это знаки доллара. По сути дела, есть полные записи, но люди не используют. Поэтому мы используем знак доллара для того, чтобы сразу применить функцию. Вот в данном случае видно, что знак доллара точка Аякс. То есть мы будем работать со всеми доступными функциями Аякс. Этот Джукерри это понимает. Это сокращает запись. Второе глобальное понимание Джукерри для нашего кода, это знак доллара, селектор, метод. Например, мы сейчас видим Майн Коммент Секшен. То есть секция Мои Комментарии. Если мы перейдем в файл Коммент. Стоп, не в Коммент. Нам еще надо один файлик, оказывается. Почему придется с буферами работать. Нам еще надо файл ПОЗДИТЕЛЬ. Обратите внимание. То есть я сейчас буду поспокойнее рассказывать. Нам получается надо еще один файлик. А это что я открыл? ПОЗДИТЕЛЬ. ПОЗДИТЕЛЬ. У нас есть вообще, ранее мы делали отдельно файл Коммент с HTML. Он у нас, как видите, начинается с DIV и заканчивается DIV. Тут нету HTML тегов. То есть только сами формы. Потому что мы его собираемся просто вставлять. Когда мы смотрим файл, который мы ранее писали с вами ПОЗДИТЕЛЬ. Давайте откроем его. То здесь мы видим, что если мы сейчас поищем. мы сделаем стоп, неужели мы еще сюда не вставляли? Так не может быть. Так не может быть. Сейчас посмотрим. Подождите. Это надо понять очень хорошо. А! Все. Я понял, почему я не захожу. Все. Я запутался. Вот он. Блок Коммент с HTML. То здесь мы используем просто вставку этого файла. И это очень удобно. Мы его вставляем. Блок Коммент с HTML. И вставляем при помощи директивы INCLUDE работы с шаблонами блок Коммент. Если мы откроем Django теги или фильтры, то мы здесь найдем INCLUDE. И здесь пример. То есть ранее подготовленный файл при помощи директивы INCLUDE мы вставляем. Прописываем путь, так как у нас путь блок. И далее наш Коммент с файл. Мы его просто вставляем. И он здесь будет работать. Это очень удобно. Значит, больше нам в этом файле поздитель сейчас нечего делать, потому что он просто после вставки как раз таки он и отобразил нам вот эту форму. Ранее мы уроки с этим делали, ребята с вами. Поэтому я это закрываю. Сигнал, смодел. Теперь мы идем в комментарии. Давайте мы кое-что сейчас проясним сразу. Сейчас, ребята, чтобы вы не запутались, мы все-таки у нас, кроме EMAX, надо понять сам принцип. Вот мы его поймем. И будем разделять все по шагам. Поэтому я оставлю два окна и буду использовать пока мы, чтобы вы видели, куда и что я иду. Итак, поехали. И будем по ходу рассматривать принцип работы Аякс. Вон везде все остальные функции. Это мы комментарии, лайки, сохранения. Все будут по принципу будут меняться только селекторы. По сути дела. Записали. Итак, шаг 1. Мы пишем. Так, стоп. До конца не дошел. Нет. Мы здесь не будем писать. Будем на главный. Добавить. Значится, правильнее будет секунду. Подключить джукерри и написать функции. Это то, что мы делали с вами в базе HTML. Так, сейчас я это все позакрываю. то есть, в базе HTML наш файл template template project база HTML. здесь мы добавили код стандартное подключение, которое можно найти в документации. Первую функцию я не рассматриваю, а если заинтересуетесь, отправляю вам. То есть, это пока мы их не касаемся. Мы сейчас касаемся конкретно коммент форум. Дальше, ответы на комментарии, как вы видите, все схоже. и вот эта функция у нас сейчас написана. Ее будем разбирать. Шаг 2. Чтобы вы начали заниматься, надо понять два принципиальных момента. Сейчас, при работе с AJAX лучше удобнее всего использовать знак доллара для того, чтобы иметь быстрый доступ к функциям. Ну, например, мы берем jukeri AJAX и сразу же мы легко находим API. И здесь мы видим атрибуты, которые нам могут пригодиться. И сам пример. По самому примеру все и пишется. Второй важный момент, который я хочу, чтобы вы усекли прямо сейчас, это селекторы. Работа ведется вообще в jukeri с селекторами. Как они выглядят? Давайте посмотрим. Вот смотрите. Сейчас это страница, которая выводится детально, то есть detail view, то есть детальная страница, на ней комментарии. То есть нам надо внести изменения в страницу деталей. У нас есть приложение блок, там есть templates блок, и у нас есть страница post detail. Я вот здесь нажму и нажму post detail. HTML. И здесь мы вставляем блок comments, то есть мы сюда вставляем страницу комментарии, которые мы ранее рассматривали. Она у нас есть. Мы к ней вернемся, к ее форме. добавить комментарии. Вот эта форма, которую мы видим вот здесь. Давайте внесем изменения. И откроем добавить комментарии сейчас и обновим и вот оно появилось. но страницу comments мы импортируем при помощи include. То есть нам надо страница post detail. И вот у меня здесь нету специально я оставил не оставлял то есть не не вписывал потому что я хотел чтобы вы проверили что тогда не будет работать. То есть аякс обрабатывает относительно чего-то относительно селектора. Это называется селектор. Это имя которое вы придумаете сами чтобы оно было понятно. Поэтому в данном случае мы с вами этот селектор допишем. Это обычный тег div. То есть мы берем тег div и дописываем. что это такое div и далее что у нас получается это класс далее идет присваивание значения и далее пишем имя селектора mine назовите как хотите comment section после этого что нам надо сделать абсолютно верно этот тег div надо закрыть закрыть вот эта вещь которая будет меняться и эту вещь которую надо понять прямо сейчас селектор с чем связан с той страницей где вы вставляете конкретно код в данном случае как мы поняли мы имеем связь с двух вещей код который у нас находится сама функция в базе html вот она она там есть но мы ее описываем здесь и она связана при помощи вот этого селектора с нашей страницей post ditel куда мы вставляли ранее сделанную страницу ранее в уроках поэтому ребят которые сейчас смотрят они должны сначала все проходить comments потому что мы там разбираем уже конкретно формы и при помощи тега include мы вставляем просто прописываем путь блок comments html обратите внимание на тег это фигурная скобка и знак процентов и обязательно добавляем селектор селектор можем придумать почему мы сейчас принципиально возьмем значит а вот эту вот вещь вот эту вот вещь которые сейчас надо понять здесь у нас идет первое да первое что мы ранее говорили знак доллара стоп 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 никак не могу пока привыкнуть к стандартным переключениям аякс я его не менял поэтому немножко пока идет у меня путаница там контр пробелы а я им не пользовался это быстрый доступ быстрый доступ это прицепиальные моменты вообще работе же керри второе второе здесь напишем первое селектор и я сейчас выберу код и вставлю этот селектор сюда а здесь запишу gs селектор селектор у нас вставляется куда страницу блок темплейтс блок пост дитиль вью дитиль html отлично значит второй шаг тоже понятен теперь далее далее подводим еще раз итог для чего с каким запросом мы работаем аякс работает асинхронно то есть в обе стороны независимо со всеми запросами библиотеки http они следующие get post pad delete и там есть другие это надо посмотреть я вам показывал где в библиотеке значит мы работаем конкретно с пост запросом почему потому что форма это и есть пост запрос данные не отображаются в файле comments html есть наша форма которую мы ранее рассматривали добавление комментариев вот она сейчас давайте повторим значит мы видим тег is user авторизован да и он закрывается не забываем если пользователь авторизован значит тогда он только может оставить комментарий далее мы видим стандартные тех тех формы и закрывается тех формы далее нас интересует то что здесь здесь написано в первой строке форум класс а именно здесь мы видим коммент форум и пост коммент форум и пост далее мы видим метод action вы сейчас что делаете я говорю участникам школы вы набираете форум html5 и ищите здесь куча информации найдете документацию здесь вы найдете расписаны все что касается тега форум и так далее там будет расписано сами теги то есть что выводит ничего сложного здесь нет то есть разобрались форма не относится ни к джанга это относится к гипертекстовой разметки html5 что нам надо дальше давайте дальше немножко разберемся все таки в принципе работы вот этого что-то оставлю что-то нет и так вот оно у нас начинается смотрите документ он вот это вы сами выясните но тем не менее здесь вы уже можете видеть следующие вещи смотрите submit comment форум ничего знакомого абсолютно знакомое чтобы мы обратились конкретной форме мы указываем класс comment форум теперь обратите внимание маленький момент откуда он взялся помните когда я говорил отвлекусь для новичков которые только привели к экрану ребят еще раз говорю вот здесь я описал купить курс джанга там на примере url то есть то что это надо изучить а если посмотреть сам курс то там мы еще в юхе рассматриваем то есть вещи которые чтобы писать на джанга надо есть вещи которые надо твердо изучить заранее разберетесь да давайте просто покажу то есть допустим на примере url всего четыре пусть на это уйдет три недели но этот вопрос раз и всегда навсегда отпадет потому что если вы не понимаете всегда надо держать связь со всем значит откуда это берется это берется с представления значит когда мы открываем нашу вьюху это все с участниками школы мы написали то здесь мы видим мы создавали контекст если напоминаю участникам школы когда мы писали вьюху мы создали контекст то есть джанга все передается при помощи словарей стандартными либо вот как здесь мы создали словарь джанга это будет понимать это надо раз навсегда запомнить далее та форма которая выводится вот мы ее описывали эти уроки были я не разбираю кроме этого методы API мы тоже изучили досконально ранее это приходите в школу и занимайтесь но далее так как у нас есть контекст в словаре мы используем ключевое слово контекст и это обычная операция добавления значит ключа в словарь как это делается в обычном Python поэтому коммент форум коммент и пост мы добавили сюда нас сейчас интересует коммент форум и пост так как это контекст так как это контекст то уже нам понятно что контекст будет обрабатываться куда передаваться в словарь при этом сам словарь контекст при возврате возвращает мы его передаем что передать словарь то что будет показываться рендер показать и делает запрос страница дитиль и контекст поэтому наш контекст будет работать поэтому когда мы открываем comment.forum мы видим здесь comment.forum, класс comment.forum и таким образом мы связываем наш контекст постдитель так, а это постдитель HTML нам надо в юху мы связываем наш контекст comment.forum и указываем его в комментарии в comments да, а сам comments HTML мы в постдитель HTML мы его импортируем не забыли, да это там, где я рассказывал про селектор вот он импортирован то есть мы это держим все в уме для нас это как отчина открыто да, разделите этот урок я уже буду единым блоком писать а вы разделяйте поэтому здесь я вам говорил ранее что посмотрите что относится к форму submit это то, что если мы откроем comment.forum.html то submit это отправка да submit вот он submit тип submit для этого вы открываете HTML5 открываете тег форум и все, что относится к этому тегу тегу это ID тип отправка и будет вашим изучением то есть знания HTML обязательно нужны но что касается Django то здесь мы вставляем наш класс comment.forum который мы прописали во вьюхе во вьюхе comment.forum как слова отлично с этим разобрались значится здесь мы сейчас с вами пропишем эту связь посмотрим итак что у нас связано так связано следующее блок вьюха блок вью связан с чем блок вью мы указываем контекст значит если взять постдитель вью секунду если взять постдитель вью то мы постдитель вью и там у нас есть строки это то что у нас отступы есть это у нас связано с чем мы можем просто написать теперь три и делаем бин связано с камент это мы вот с этим куском здесь мы внесем эту форму так я все никак все ребят разобрался а то оно в той графе но я говорю си макс я еще но я хочу вам показать его вот это форма коммент html и здесь мы видим связь совью хи коммент форум коммент форум кроме этого кроме этого когда мы открываем вот этот код который мы писали в базе html то мы видим здесь submit comment form то есть все что связано у нас включено да документ поэтому это мы копируем и здесь себе помечаем эта функция у нас находится в базе html наша функция обрабатывает весь код так весь код давайте еще раз сначала но уже по слайду итак действие первое шаг который мы делали мы в базе html наши шаблоны добавили jukeri подключили и написали функции которые мы сейчас разбираем второй момент на который мы остановились мы остановились на том что если есть совсем новички что принципиально знак доллара это быстрый доступ к функциям так отлегся поэтому пришлось отлечь я начну сначала итак переосмысливаем в базе html нашего проекта мы добавили подключили jukeri и добавили функции которые сейчас разбираем одна из них далее в первой строке давайте с того что мы ранее начали два ключевых момента нужно понимать при работе с jukeri сразу знак доллара используется для быстрого доступа к функции функция если взять открыть json то есть аякс api то мы найдем функцию аякс для быстрого доступа к ней мы ставим знак доллара точку и название функции и мы можем с ней работать как правило в документации пишется что здесь применяется второй момент основная работа ведется селекторами селекторы мы записываем в html файлах в данном случае в данном случае у нас есть файл разбит на две вещи нам удобнее было написать просто форму commens for commens html для того чтобы ее потом вставить куда мы ее вставляем мы ее вставляем в сейчас мы ее вставляем когда нам нужно вывести отдельную запись нашего блога вместо блога может быть все что угодно видео аудио это не важно все равно будет работать принцип который мы изучали ранее в итоге вывод конкретной страницы там мы определили контекст словарь в словарь мы добавили то что сами придумали comment forum то есть сами значения словаря ключи значения словаря при этом у нас получилось что ключ значения равно comment forum поэтому в данном случае в этой функции мы видим comment forum то что мы делали во вьюхе но при этом если мы зайдем в саму форму которую мы писали в comment forum то там класс мы пишем тоже comment forum метод post action мы видим теперь дальше селекторами разобрались post dtl html это тот файл который у нас отвечает конкретно как раз таки за вывод этой страницы и мы в post dtl html вставляем блок comments то есть ранее подготовленный файл при помощи тега include здесь как вы видели имеет значение наш селектор который записан в теге div как класс mine comments section именно при помощи селекторов идет работа в аякс в жукере аякс то есть жукере должна четко оследить документ поэтому для новичков говорю что вам сейчас надо почитать сразу вам надо почитать такую вещь как жукере дом ну вы найдете получше лучше почитать давайте мы документации все таки найдем так это не то опять сейчас вот документации здесь есть дом да то есть это то что вам надо сейчас почитать чтобы вооружиться информацией ну а простыми словами это довольно просто это организация взаимодействия между между жукери и html вот она в действии то есть в коде значит жукери мы указываем селектор а при этом в дитель html мы также указываем в теге div этот селектор и в данном случае код который написан в базе html и сам сама джукери знает как обратиться к конкретному элементу то есть это и есть принцип понимания дом то есть связь между gs будем говорить так gs и html документами все банально просто и вы можете разобраться шаг один подключили перебираем да дальше дальше пост dtl html подключили селектор селектор вот он во вьюхе мы ранее создали контекст вначале это может казаться запутанным но отчего вот запутанно потому что в школе я говорю так ребята когда мы проходили контекст я сказал ребята надо проделать командной строке кто-то проделал и знает где найти кто-то не проделал потом начинаются проблемы вопрос если нам постоянно надо выводить то контекст надо проделать здесь очень просто мы просто находим сейчас шаблоны шаблоны и мы видим мы видим разные методы разные методы далее мы открываем открываем такую вещь как сейчас я потерял темплейт API шаблонов здесь у нас есть основной класс контекст который надо разобраться и здесь когда вы будете работать вот это все надо проделать с в командной строке и здесь вы видите все делается при помощи значит словарей Python мы могли бы делать на обычном контексте но вопрос в том что Django отлично понимает и обычный словарь поэтому в данном случае в данном случае мы видим когда класс контекст и написано дикт ноны то есть нет словаря в данный момент мы не используем сам класс контекст потому что в данном в данном случае это наверное было просто больше кода поэтому в данном случае нам проще было сделать все тупо и просто взять обычную функцию тупо прописать еще надо добавить одну строчку тупо прописать контекст присвоить значение словаря и просто вбить значит контексты для шаблона в любом случае истина остается одна передается при помощи словаря вы с контекстом должны покопаться как только в этом начинается захвостк начинается непонимание далее вполне становится понятно во ва вьюхе мы описали саму форму это ранее в уроках мы описали и в файле комминс мы описали html форму при помощи языка программирования обычную html добавил теги аутрификации и форме в классах мы добавили комминс форм метод пост ccrf токен чтобы была защита ну и так далее это стандартная форма дальше добавили стили и так и так далее смотрим на наш код который относится к каяксу здесь мы видим хоть я вам сказал я вам отдам ну ладно поясню здесь все тоже просто он очень простой на самом деле джукери документ он ну вы наверное если вы занимались хоть чем-то да занимались то вы наверное видели такие вещи например там ой такие вещи видели там документ read ну смотрите логика банально проста вот открылась страница вот она открылась вот ссылка я открываю мы говорим джукери говорит что дело с документом если допустим было read да сразу применять нечто вот открыли загрузили полностью это и есть дом связь да и уже применять у нас написано он да метод он открывает сейчас api джукери и ищите метод он то есть в данном случае говорит что применять только каким-то конкретным элементом здесь пишется элемент submit элемент comment forum открываем нашу форму и мы видим comment forum и submit то есть отправить две вещи далее мы видим функция event то есть какие события производить вот это я уже вам оставлю здесь тоже event идет само событие и дальше идет метод они все готовы и описаны здесь никакого там суперпрограммирования не надо открываете и я сейчас не буду сами поймете вот я открою сами поймете что с этим можно делать ну вот смотрите сейчас додумайте здесь нет ничего сложного ищем мы находим его сразу и читаем метод не принимает никаких аргументов ага например нажатые якоряне переведут браузер на новый url адрес мы можем использовать это уже дальше при при вызове это действие по умолчанию событие не будет запущено наверное все понятно иными словами пока не тыкнет пользователь кнопку ничего не будет происходить именно поэтому мы здесь событие поставили метод prevent default то есть ничего не делать пока пользователь не тыкнет кнопку это будете вы сами что консоли лог кто занимался java script хоть немножко или не занимался ну консоли лог сериализация да наверное сериализация это просто возьмите себе за правило давайте откроем чувство новички есть сериализация это процесс преобразования объектов поток байтов но пока это сложно теперь давайте посмотрим по другому на это найдем метод сейчас посмотрим api ребята работайте с документацией хорош бегать по google здесь все написано закодировать на более мен форме в виде строки для отправки ну что здесь непонятно давайте мы разберем смотрите открываем джейсон вот элемент джейсон да ну давайте какой-то джейсон код джанго очень много методов вот код джейсон то есть сериализация это перевод строку что это строка ребята школы вы я говорю что такое строка вы про себя отвечаете если кто-то сказал что это слово все выключай компьютер иди отсюда иди иди больше не подходи даже раньше чем через неделю это последовательность символов в любом языке перевод строку джейсон и есть формат который имеет ключ значения которые вбиваются как мы видим как строки да то есть таким образом можно передать абсолютно любые данные и не важно что это массив строка последовательность в любом случае все это можно передать допустим набираем python list тоже ну к примеру да то есть у нас есть список да потому что в java script допустим будет там массив а у нас список вот у нас есть список то что это список мы понимаем по квадратным скобкам здесь в списке у нас числа я открыл первую первую пашу 41 58 63 далее джейсон это уже значит и запускаем что там а ну он здесь стандартная функция dumps да это у джанга есть такие функции нам бы развернутые сейчас секунду то есть ну вот допустим парся парся с джейсон то есть смотрите вот он берет допустим name tesla там возраст 2 все это преобразует в пары ключ значения и так абсолютность любого языка а потом просто складывает есть в каждом языке программы которые прекрасно преобразуют с джейсон в любой тип данных об этом нам надо ничего не знать об этом надо знать только методы которые есть в языке с которым мы сталкиваемся поняли да и абсолютно любые вещи то есть по сути дела здесь мы имеем дело с сериализацией перевода в формат понятный джейсон все потому что сама по себе вот этот код джукери он ничего не знает от джанга ему и не надо знать ему сказали что надо сделать возьми и разложи на паре ключ значения все что имеем дальше что еще надо с ключевого понимать чтобы работать с писать функции на для на джукери и вообще аякс и вообще javascript и здесь это применяется ребят теперь просто запоминаем работая с джукери у вас будет всего 2 вещи которые вам придется использовать либо селектори либо this this это ключевое слово javascript то есть использовать этот элемент иными словами сразу вот this увидела метод пишется он сразу его применяет эти это две вещи две принципиальные вещи других вещей нету вообще это вам понравится и везде this мы видим и далее да то есть для вас это будет говориться что вы будете это использовать сразу как только следующий метод после точки будет идти он будет использоваться мгновенно вот и весь принцип итак цивилизовали далее далее никакого здесь ума не надо у нас есть аякс это стандартная функция стандартная функция жукери то есть вот она есть ее несложно найти выполнение асинхронного HTTP запроса аякс то есть он уже сам все умеет нам только надо указать некоторые данные асинхронный туда и обратно сразу да и слово запрос тоже понятно вот то что у нас написано уже есть шаблон то есть нового здесь умного что-то ничего нету и далее просто пересислены определенные методы которые он имеет имеет и здесь про них можно прочитать то есть вы можете прочитать что значит type data и так далее здесь извините меня ребенок разберется просто я хочу чтобы вы уже поняли сам принцип значит что мы делаем мы тупо берем открываем тупо открываем так что нам надо открыть сейчас там меня позакрывать надо вот такое вот видео получилось я уроки в школе пишу по 10 минут всего и читаем да дата данные да для отправки на сервер если метод не может иметь тело объекта например get метод дата добавляется к url когда дата является дата бла-бла-бла и бла-бла-бла иными словами данные хорошо давайте возвращаться у нас к нашему коду и рассматривать что он делает еще раз говорю он ничего не знает от джанга да ему и не надо знать единственное что ему надо знать преобразовать данные для сервизовать то есть для перевода в ключ значения в формат джейсон все ну давайте писать что это у нас тип запросов вы же молодцы и пошли библиотеку http которые я вам показывал там узнали есть пост кет забросы пост запросы форм то есть у нас по тип запроса форма то есть пост отлично следующее здесь шаблон url то есть куда отправлять ну давайте посмотрим открываем нашу форму что вы делаете смотрите ребята новички особенно что вы делаете вы набираете так форм html5 action и читаете находите да долго любое находим сейчас если атрибут action отсутствует текущая страница перезагружается возвращая все элементы формы к их значению по умолчанию а нам это не надо полный относительный путь к серверу то есть нам этот элемент надо иными словами если мы перейдем к коммент форум где у нас информация мы видим action что такое точка но постарайтесь уже сами вычитать я не буду вам говорить итак куда отправлять это у нас а тт то есть что это ну по уже самому слову понятно что это атрибут значит что вы делаете вы делаете следующее сами отвечаете на этот вопрос это во всех языках атрибута обозначается именно так и читаете получите значение атрибу атрибута для первого элемента в наборе совпадающих элементов а ттр имя атрибута ну что смотрим значение атрибута то есть url адрес на который отправлять все вполне понятно url функция zis применить прямо сейчас получить куда отправлять на определенный url отлично значит открываем открываем сейчас смотрим вдруг у нас что то есть новое давайте открой то что мы написали сначала смотрим нас post diter да вот name имеет post diter это обычная переменная вот наша вьюха то есть это обращение к url где находится форма вот извлекается запись по pk да мы ранее об этом говорили сейчас не буду заострять внимание отлично теперь пошли в шаблон post diter давайте смотрим на самом деле если мы сейчас будем здесь искать здесь искать да нам же ну я скажу сразу что он будет отправляться туда же да не будет ничего меняться но вот эта страница вот эта форма давайте посмотрим здесь все банально просто мы видим класс comment forum а мы же с вами в post diter так создавали контексты и вот url обрабатывает то есть вот эту страницу post diter html у нас здесь нету никаких перенаправлений значится куда будет отправляться абсолютно верно будет извлекаться эта же страница и на нее отправляться как мы это узнаем а если мы откроем страницу но это я уже дополнительно говорю это уже излишне конечно это уже излишне но ладно сейчас когда мы в начале видели все записи вот здесь у нас излечение post diter post id то есть извлечь по ссылке эту запись то есть мы извлекаем конкретный адрес этот конкретный адрес и есть вот пост да потому что его обрабатывает кобин форум то есть наш контекст а он относится наш контекст к нашей вьюхе где конкретно написана страница родитель вернуть это может сложно восприниматься по одной причине если вы неправильно изучали джанго если вы изучаете по моей методике то есть сказал разобраться с юрлами и сразу все понятно с чем они связаны и так далее на все уроки смотреть поехали дальше 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 наверное тут уже вообще все понятно дальше у нас поехали данные зис использовать сериализовать то есть дальше в какой формат сериализовать в джейсон мы его смотрели и дальше значится успех и прописывается ответ да ответ как раз таки то есть прописывается наш селектор который мы в начале html респонс форум смотрим нашу вьюху смотрим вот строка да форум присвоит значение request post get помните я вам показывал документацию в начале видео реквеста где мы говорили что там словареподобный синтаксис написанный ну джанго разработчиками так вот именно поэтому мы можем указывать rqs post get без сель в данном случае и здесь конкретно указано что извлекать то есть поле body а поле body мы ранее описывали форме самой это мы уже с вами проходили то есть когда мы описывали свою саму форму comment form мы описывали от модель форм и далее описывали где указывали модель comment и использовать поле body до этого понятно что мы писали модель вот она comment но мы здесь будем использовать только одно поле только одно поле body текстовое поле которое как раз таки и есть это поле просто это мы ранее делали то кто это сейчас смотрит поэтому это сложно понять это конечно то есть смотрите насколько все вроде бы как одно за другое заходит все связано все остальное я даю вам рассмотреть в принципе я показал то есть 1 2 3 часа вот над этой одной функцией и в принципе пропишите прокомментируйте и вам будет понятно через там 3 недели вы уже сможете их вручную писать эти функции там нет ничего сложного только научиться пользоваться документацией ребята школы мы еще с вами часть уроков проделаем чтобы разбить это я думаю на куски ну посмотрим сейчас я хочу чтобы вы увидели полную картину и потихонечку разобрались если даже сейчас будет какая-то каша потом она разложится чуть позже когда делать итак теперь открываем нашу вьюху для того чтобы все это заработало надо связать вот эту вещь в нашей вьюхе что нам надо сделать для того чтобы связать нам надо добавить метод обратите внимание что мы сейчас делаем нам надо добавить метод мы его добавим мы его добавим чуть ниже под контекстом то есть нам надо сделать две вещи какие значит обратиться каякс именно к этому коду и при этом сказать джанго что переводить в джейсон и каким образом это все банально просто если запрос и у нас есть метод в данном случае мы будем использовать метод из значится аякс но в данном случае этот метод уже улбран джанго но я просто для того чтобы мы не забывали джекери оставил название тоже то есть что раньше было из него понятно что это работа с аяксом далее я беру тех html но здесь все стандартно не html а переменную html который присваиваю значение у нас есть прекрасный метод джанго темплей то что я и говорил и контекст то есть здесь мы найдем то что нам надо метод render то string из названия понятно переводит строки здесь вы его найдете откроем этот метод что здесь мы видим мы видим что что нам надо указать давайте посмотрим сразу писать первое что здесь обязательное это обязательный позиционный параметр имя шаблона поэтому смотрим документацию сразу пишем код love you сначала нам надо импортировать это в джанго темплейт луадер загрузка импорт рендер то string импортировали после этого после этого идем нашу функцию и вписываем первое значит обязательный render то string обязательный это имя шаблона у нас мы загружаем что правильно мы загружаем именно комментарии то есть то что мы подгружали да ранее поэтому пишем это ранее мы с ребятами делали блок коммент то есть мы говорим что загрузить конкретную страницу которую мы подгружали у нас то сама вьюха возвращает пост дитиль пост дитиль да а сам аякс он загружает комментарии потому что до этого мы что делали пост дитиль html мы вставляли при помощи директивы include блок коммент но нам надо это сообщить сейчас представлению во вьюхе дальше если мы посмотрим на документацию то все остальное не обязательно вот у нас есть контекст не существует реквест не существует и другое не существует напрямую смысл метода какой смотрим загружая шаблон и вызывает немедленный показ это как раз то что нам и надо в данном случае таким образом все и изучите но нам очень важно подгрузить что правильно ребята контекст ведь именно контекст словаря у нас содержит то что есть у нас в форме как мы ранее рассматривали коммент форум чтобы он знал что искать поэтому добавляем контекст после этого мы можем уже вернуть то есть код совершенно маленький вернуть вот здесь джанго умеет работать с джейсон для этого есть стандартная функция которая есть джанго http json response то есть эта функция стандартно вбита и здесь мы ее находим когда мы открываем эту функцию в документации нам становится понятно это класс обязательный параметр это данные дальше идут параметры по умолчанию что он то есть она будет по умолчанию преобразовывать в формат джейсон и стоит также именованный параметр save save true то есть иными словами если дальше почитать документацию то говорится должен быть словарь то есть она предполагается что будет использоваться для словарей но этот класс можно использовать для других объектов просто значение save установить false дальше приводится пример то есть может быть сериализация не только словарей при помощи которых передаются но и любых списков и любых вообще строк любых объектов а это save это сохранение допустим мы этот параметр везде используется в jango при тегах при шаблонах для того чтобы была безопасность да и другие параметры кроме этого в конце мы видим любые именованные передавать аргументы мы выяснили что основной параметр это данные почему нам надо сейчас что сделать абсолютно верно данные так мы импортировали функцию json response после этого из документации нам стало понятно что мы возвращаем просто json response и в документации был пример нам надо вернуть ключ и значение ключ у нас это будет однозначно судя по документации это будет словарь и обратите внимание ключ у нас идет как строка то есть строка у нас конечно же преобразуется что форма форма да форма а форма у нас делает запрос да get запрос то есть здесь определяется сразу url recuse то есть post запрос метод get body да при этом здесь вечно возникают проблемы но проблемы здесь не лежат не в джанга проблемы лежат в том что атрибуты классов не отработаны сколько раз повторяю сколько говорю потому потому что я читаю ребят которые программируем занимаются вот я 14 лет 15 лет и ребята вот пишут оказывается я не в полную силу использовал атрибуты а потому что атрибуты надо проходить классов сразу это очень большой материал и в принципе разобравшись с атрибутами дальше процентов 90 вопросов программирование классов отпадает но это уже индивидуальные занятия я веду когда это уже другой другая история я просто сказал куда ноги растут мы форум и нам надо вернуть вот это вот эту вот строку то есть в данном случае она преобразовывает строки да нам и надо для джейсон строки значит переменную значение будет переменная html ну в принципе то и все и документации он берется этот пример желательно его проделать то есть джейсон респонс и обратите внимание фу бар и вывод да байты байты фу бар и дальше показано это все идет есть сериализация дальше любые других данных сериализация просто параметр cf ставим false иными словами когда true можно обрабатывать только словари если мы ставим false то можно обрабатывать любые другие типы данных так как страница нам очень важна да все вот этот код для нас делает все для нас делает все с жангом нам надо было только добавить готовую функцию render to string и добавить функцию json response в данном случае мы получается совмещаем библиотеки которые знают и так что делать со стороны со стороны джукери значит метод аякс который знает как работать с запросами а мы только все реализуем да и со стороны джанга джейсон респонс тоже знает как работать с значит с форматом джейсон при этом еще если мы посмотрим саму документацию то кодирование да энкодинг джанга джейсон энкодинг то есть формат джейсона тоже автоматом перегонит нам то и делать ничего не пришлось на самом деле но этот метод я сказал ранее был его убрали в джанга 4 сейчас делают таким образом чтобы при помощи стандартных мы дальше будем писать как я сказал я хотел чтобы вы не забывали потому что вот такую вещь сделать это вы знаете ну на самом деле вот просто код копирую вставляю и все давайте мы сейчас запустим эту вещь у нас сейчас запущено но оно не должно работать логично потому что ведь метод который мы взяли то его нет правильно он нам писает в sgr request object has но атрибуты аякс да то есть нету атрибута правильно потому что мы его придумали с головы а не с головы а взяли с того джанга конечно мы могли наградить сейчас то что предлагает жанга версии 4 но так как мы решили не отходить от аякса мы будем обхитривать правильно сказать обхитрим жанга давайте-ка мы просто создадим директорию которую назовем middleware middleware да так чтобы правильно написать я не открыл буду по памяти писать 2d по-моему по-моему так ну чтобы было хотя бы так как в документации нажму enter у меня создалась директория middleware теперь когда я создал эту директорию что я буду делать вообще что я хочу сделать сейчас я это проговорю для того чтобы у нас работали для всего аякса нам хорошо бы было создать промежуточный слой иными словами settings settings у нас есть настройка middleware это промежуточный слой то есть то что подгружается ранее чем загружала страница и когда мы добавляем middleware промежуточный слой будет работать для всего проекта так как он настройка так вот давайте напишем сами эту функцию используя то что предлагает Django 4 уже с нового варианта но при этом пропишем по старому делать я сразу говорю нам тоже ничего не надо Django все уже за нас сделало нам надо просто тупо скопировать чего нибудь для того чтобы понять что копировать тоже никакого ума нам не надо мы просто берем набираем медлевер Django документацию и здесь написано вот для дураков кустом то есть вот простой пример применения нам больше ничего и не надо init и метод cal вы открываете этот метод сейчас да кто не знал кто забыл а еще и не знал и читаете что он вообще делает желательно найти документацию да я учеников просто заставляю ходить документацию ой я закрыл ну мне допустим сразу понятно и я расскажу по секрету вам значит мы смотрим класс медлевер да который имеет два метода магических первый init который метод что делает первичные параметры которые будут сохраняться а метод cal просто реализует полученную функцию полученный объект иными словами претворяет жизнь вот и все вот и вся болтовня иными словами именно здесь мы должны еще будем добавить в cal просто адрес наш объект аякс и написать код который предлагает джанга 4 все поэтому берем копируем вот этот кусок кода ну что копируем что тут что-нибудь дописать надо будет поэтому что-то нового здесь нет тупо копируем заходим в наш заходим в наш директорию создадим файл назовем его медливерс точка пай далее нам надо его открыть и вставляем сюда наш код я говорю делать ничего не надо давайте его как-то обзовем чтобы нам было понятней а у нас с аяксом поэтому аякс и то что это слой наш то назовем это то во что мы хотим его преобразить аякс мы главе то есть теперь нам понятно что это будет промежуточный слой первое первичные параметры метод init мы оставляем потому что данные разработчики написали нам надо получить ответ здесь все остается то есть мы ничего не добавляем единственное что нам надо внести изменения так как вы же расходили документацию молодцы да если не ходили ребят это очень плохо значит программировать не будем я говорил в школе если есть код который мы не понимаем и откладываем на потом то это привычка значит копируйте ну что сделаешь не хотите слушать как говорит Балсыновский хоть он может и дурак но говорит правильно итак метод каль нам нужен для того чтобы притворить жизнь иными словами чего-то там сделать мы даже его проверим почему что у нас нам надо написать нашу функцию которую мы вставили с вами из аят да но мы же ее вставили придумали вот даже нашла она уже да и это метод значит пишем сельф далее что нам надо вернуть а вернуть то что нам предлагает джанга я сейчас на этом не буду останавливаться нам надо request meta get ну давайте попробую найти сейчас я вам показывал документацию джанга http давайте если мы находим документацию заходим в саму то что здесь мы видим request response то что я говорил если мы промотаем то мы видим http meta то есть иными словами объекты запроса ответа ну что ж здесь все банально просто все джанга имеет методы нам только логически рассудить что мы хотим сделать ребят смотрите еще кое-что отойду джанга почему убрала жукери потому что перешли на данный моменте жизни к опи выборки фич опи пометьте себе страницу это мы дальше будем смотреть все то же самое только просто другая библиотека ну дальше поиграемся с этим да то есть опять же джанга использует стороннюю библиотеку просто джукери раньше было сейчас убрали начали использовать фич по сути дела что нам надо сделать нам надо сделать следующее логически думаем мы применяем запрос request request meta get давайте сразу писать чтобы понимать что мы делаем итак retro да то есть request то что мы делали класс мета и get запрос get конкретной страницы а этот метод пожалуйста get поищите в документации джанга ладно не буду издеваться вы его там не найдете вот отсюда начинается надо ли python изучать если request мета найдете то get это обычная обработка словарей вообще там точно найдете теперь что нам надо сделать давайте поймем к чему нам надо это все дело приравнять это тоже все стандартно я уже открыл кстати только где я его открыл ага хрен его знает принцип остался как и в старом это mdn да у нас mozilla себе помечаете и читаете все про эту вещь hml http request представляет клиент функциональность для обмена данных между клиентами сервера получение данных по ссылке без перезагрузки страниц то что нам и надо это позволяет обновлять только часть веб страницы не прерывая пользователей да был разработан бла-бла-бла хмл и поддерживает протоколы http ftp да список методов объекта и далее пошли методы объект которые есть иными словами нам надо сделать следующее опять видите это уже не знание джанга это уже другие знания то что знание относится к чему к интерфейсам веб api или javascript только разные проявления здесь и дом и все вот fetch api то что сейчас использует джанга будем позже поэтому покажу керри потому что она не хуже просто вот решили вот так делать так вот круче сейчас поэтому пишем дальше что нам надо сделать ага она запомнила что-то что-то я я не там вижу да вот тут мы должны писать иными словами нам надо каким-то образом заполнить там сейчас но приравнять это к чему к вот этому вот этой вещи то есть это мы берем обмен данными да джанга нам дает без перезагрузки страниц он не относится к джанга нам надо сейчас связать это джанга да взять что-то то что относится к джанга так вот мы сейчас будем использовать даже джанга не будем использовать мне допустим еще сказать непонятно почему от него отказались я сейчас это заголовок который мы сейчас впишем сейчас я его скопирую вы про него можете почитать это вообще прекрасный метод это прекрасный метод который имеет у нас получается двойная защита в файле мы в форме в коммент форум при помощи джанга во первых что пользователь должен быть авторизован следующий момент мильдвер следующий момент хмл теперь request нам дает запрос ответ сервера без перезагрузки страницы а вот это тоже не относится к джанге но это понимает каждый браузер это аякс он не дает сделать другой запрос то есть это тоже своего рода защита и он уже следит чтобы пользователь был тоже авторизован то есть мы делаем как бы двойную защиту поэтому в данном случае мы использовали в представлении джанга вещи которые не относятся к джангу относятся к одно каякс и к второе каякс хотя можно было бы при помощи джанга джанга нам требуется использовать класс request meta и запросить да все с этим разобрались это просто надо запомнить этот метод кстати он не такой известный будем хоть много времени прошло но это то что можно защищать используется в платежных терминалах то есть его часто используют не часто но разработчики его знают да это прекрасный метод который относится каякс хотя мы будем позже поступать и как делают там джанга ну что ж дальше когда мы определили то есть теперь поняли метод каль он реализует наш метод в данном случае который мы прописали он как раз таки и будет делать запросы и обмениваться данными с сервером все банально просто далее нам осталось только прописать следующее так стоп мы съехали нам надо на уровне на уровне деф нам надо на уровне этого метода нам надо сейчас и здесь мы сделаем вот так переведем сюда потому что мы нам надо ответ именно от метода и так теперь прописываем request наш метод называется из аякс который мы прописали присваивает значение из аякс и мы применяем метод get вот он у нас поддерживается метод get и request вы залазите и читаете название метода видно что что он делает то есть чтобы он у нас правильно отработал нам надо обязательно применить метод get так как мы работаем с магическими методами сейчас это будет делать удобно следующая строка у нас response sales get response request она остается то что мы скопировали и return response тоже у нас остается то что мы скопировали здесь просто у нас подчеркивает потому что мы большое расстояние можно было бы сделать так то есть получить ответ здесь это можно удалить это можно удалить и это можно удалить это проверка кода что он там брыкается пока мы не будем смотреть теперь мы можем зайти в файл сеттинг spy и добавить добавляем следующим образом это строка добавляем нашу директорию чтобы не писать так следующее добавляем наш файл в этой директории файл у нас middle middle в 1 пай давайте скопируем о действительно надо было так и сделать слэши в языке программируем заменяются точками расширение убираем и третий наш класс наш класс называется аякс медверь милдвер но он тут в строке не покажется поэтому дабы мы дабы дабы мы не напутали он не будет завершаться здесь аякс милдвер аякс 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 вроде как наша эта ерунда должна работать давайте сейчас пойдем смотреть чего там у нас происходит так ну вот видите исключение пропало давайте смотреть чего будет сначала вот так думаем ну пусть что-нибудь хоть выдаст 88 так стоп сейчас у нас ну это браузер отправляет запрос так давайте смотреть я знаю чего не хватает мы создали папку милдвер но у нас там должен быть файл init а его там нет давайте ка мы сделаем файл init потому что работать не будет благодаря файлу init он будет обрабатывать его как библиотеку просто добавим пустой файл init пай у нас начнет потихоньку ситуация меняться теперь давайте опять проверять так смотрим сейчас я еще раз посмотрю а потом буду смотреть так я сделаю по другому вывезу все посты другой пост возьму пока мы не получили где-то у нас допущена ошибка обратите внимание на вот эту вот вещь идет перезагрузка перезагрузка страницы то есть чего-то не работает комментарии добавляются да все у нас вроде как работает но при добавлении комментария идет перезагрузка страниц а этого не должно происходить значит где-то допущена ошибка давайте думать головой давайте думать головой итак первым делом начинаем копаться исключений то нету да вот в этом и гадость да вот аякс и жава скрипт со стороны джанга то оно работает проблем нету но сам аякс не работает но мы не будем отчаиваться открываем в мазиле инструменты разработчика давайте смотреть сначала отсюда инструменты веб-разработчика давайте смотреть чего оно там вот наш пост 12 в данном случае и подробнее давайте почитаем что нам хотят подсказать что-то пошло не так есть несуществующие которые слайз куда-то это применение должна быть я вам не хотел убедиться что она доступна иными словами все как обычно в жава скрипт где-то есть переменная ну по крайней мере нам понятно что-то где-то не дописали это единственное либо написали не вверх давайте еще раз проверим видите я консоль открыл в инспекторе консоль делаем запрос давайте другой пост возьмем так у нас это пост 9 да все верно и опять мы получаем то же самое ну то есть сейчас отправляется средствами джанга а аях не работает страница перезагружается но мы получили направление у нас есть переменная которая не задействована проверим добавить пост то есть да у нас это работает то есть мы авторизовались я так проверяю get запрос пошел давайте смотреть дело на что не так 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 ну дальше я не буду искать давайте смотреть отладчик нам сейчас не надо он нам быстрее будет так найти не отлаживать надо сейчас 241 скрипт фаншин лично ну что ж давайте думать ребят не буду вас долго мучить обычная невнимательность я копировал и просто когда не вставил жукерри то есть не подключил до думал что подключил не посмотрел иными словами вот смотрите сейчас я отправляю вот перезагрузка есть страниц так я убрал какой-то другой пост когда мы добавляли у меня сейчас она стоит поэтому единственное что я неправильно сделал это по невнимательности добавил я беру кольцу консоль по невнимательности добавил то есть нет запроса до неправильная зона доступности в общем-то банально было то что не подключен да теперь вот так бывает да по ним все по невнимательности если мы особенно еще и не понимаем тогда вообще все это жестко поэтому поэтому потом я уже основательно вставлю поэтому я сейчас просто вставляю жукерри вы чё это там на делу а я ж не так должен ставить до привычка вот control в но взял там любую жукерри теперь пробую так ну вот видите фавикон высветился в консоли то есть все должно работать вот вы сюда смотрите мы добавляем комментарий и все больше ничего не крутится и кстати формы нет сразу да это так настроено сейчас супер все заработало смотрим сюда супер все заработало можно будет то есть такой под да можно будет поработать что форма оставалась форма закрывается но это уже вот вы будете делать так что нужна внимательность на самом деле когда еще и не знаешь это вообще и так получилось очень длинное занятие оно больше показывает смысл до использования жукерри соединение и так далее сайт spb-tube.ru кстати работаем сейчас из да да то есть с блокчейн джанга лучше изучать с нуля как я говорил это очень много уроков теперь момент еще один то что вам сейчас кажется довольно сложным потому что длинное занятие я попытался чтобы собрать до кучи все и с емакс познакомиться я с ним только месяц работаю но я балду просто еще вы сами видели что еще где-то сам путаюсь но это время надо но вообще кайф далее далее дал направление как разбираться с джукерри и вообще с аяксом то есть работы у вас подбавилось много далее мы все это проделаем в школе и эти вещи с аяксом все равно вам пригодятся в жизни но я хочу чтобы вы не забывали что метода в реализации аякса очень много я говорю по минимуму нам надо можно разобраться с тремя с четырьмя а потом используя зависимость от ситуации данном случае мне было проще написать одни и те же функции тем более они все готовы и взял там и думать надо в интернете все все это одинаково почему потому что для аякса как правило все вы сами видели жукерри там есть просто шаблон все ребят все получится спасибо за доверие я думаю что кому понравилось ставить лайк кто смог досмотреть до конца и понять вот этот смысл ну а будете в школе все остальное разберете потому что кто проделал до конца то есть сначала со мной вместе то все получится но что теперь надо сделать еще последнее уже покажу далее нам надо сделать еще один шаг мы сейчас можем нажать на терминал и уже послать сигнал break завершить 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 теперь что нам осталось сделать это то что у нас мы добавили отправить на сервер поэтому с гид мы работали в школе тоже есть уроки гид ад добавляем сразу делаем коммит это надо делать потому что пишем комментарий и гид что-то не то набрал а все понятно неправильно написал ладно не берем по новому лучше мастер неправильно написал теперь все уехало и если мы откроем блок откроем вьюху вот наш коммит а из коммит и мы увидим наш код который мы писали он уже здесь дальше можно тоже чудотворить уже что-то поломали назад скачали но в принципе на этом я занятия заканчиваю сборная спасибо за доверие понравилось подписывать ставьте лайки и приходите в школу в школе занятия по 10-15 минут это вот здесь я делаю такие какие-то